всем привет в эфире еженедельный криптографический дайджест студии рома и сегодня мы с вами рассмотрим три важные темы но перед тем как мы перейдем к разбирательству того что происходило происходит и будет происходить конечно же с объяснением того что это значит хочу поправить себя из прошлого выпуска потому что рассказывая про xrp я допустил не точно сказав что эмиссия токенов xrp не ограничена конечно она ограничена 100 ярдов все правильно племяш большое спасибо за поправку и так первая тема которую мы с вами сегодня разберем это дело сег против ripple я прекрасно понимаю что все устали сколько можно повторять эта тема уже избита но нет она не избита а в эпиляции которые все-таки сек успела подать буквально там даже за неполный день до окончания срока за неполные сутки за прыгнув реально в последний вагон уходящего поезда не оказалось ни одного из двух пунктов которые крипто сообщества и скажем так видные юристы которые посвящены в дело ожидали увидеть напомню первый пункт это потенциальное оспаривание того что токен xrp не является ценной бумагой и второе это вероятно размер штрафа который был в итоге назначен компании ripple для выплаты пункта согласно которому согласно суду компания все-таки нарушила закон о ценных бумагах напомню это речь идет о первичных продажах институционалов так вот ни одного из этих пунктов в апелляции не оказалось и знаете что это значит дело в том что летом этого года когда компания бит но мил приняла решение начать торговлю фьючерсами spot xrp и т.ф. и подала заявку на осуществление этой деятельности cfc сек об этом узнала и им сказала что ребятки нельзя вы должны зарегистрироваться и все в тисе потому что это будут фьючерсы и всех потому что это как вы думаете что единственная причина для регистрации всех если xrp является ценной бумагой а теперь еще раз следить за руками первое это было летом этого года летом прошлого года судья торос принимает решение о том что xrp не является ценной бумагой и естественно всякой об этом знает ну очевидно и третье в апелляции которую сек подала буквально несколько дней назад об этом не говорится ни слова то есть она соглашается с тем что xrp не ценная бумага при этом этим же летом после решения судьи торос она утверждает что xrp все-таки ценная бумага и вот здесь реально мир переворачивается с ног на голову потому что по сути но первый вопрос гэри гэнслеру наверное уважаемый гэри гэнслер даже бит номер может она кстати как раз иск и подала всех и это я обсуждал рассказывал в одном из там из последних наших news блоков она подала иск к сек в плане того что ребят простите какая ценная бумага и вот теперь мне интересно с одной стороны xrp реально неценная бумага гэнслер с этом с этим согласился и сейчас есть иск против всех о том что xrp это не ценная бумага от бит номер и при этом сек этим же летом уведомляла бит номер о том что она должна зарегистрироваться всех вот эти две вещи которые говорил самом начале выпуска и ситуация с xrp из 1 это с горлинхаусом и с ларсоном и про xrp 2 просто юридических примера того что сек сама своими действиями в отношении себя же абсолютно непоследовательно она противоречиво и объяснить действия гэнслера невозможно нет 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 даже не объяснить просто понять их невозможно просто понять потому что они нелогичны они непоследовательны они не имеют какую-то определенную определенный мотив единственное что мне приходит на ум моего абсолютного субъективного мнения что эти действия совершенно нездорового ненормального человека очень сильно обиженного и пытающегося сделать хоть что-то и вот здесь мы приходим еще к этому интересному моменту глава отдела по соблюдению внутренних правил политик и правоприменения который ушел буквально там два там это месяца назад иссек я посмотрел гурбер грэвел 2 октября ушел то есть чуть меньше чем три недели неполные три недели и обоснование на мой взгляд этого ухода может быть именно то что он был в открытой какой-то конфронтация или по крайней мере крайне не разделял позицию и политику гарри ганслера и так давайте подводить итоги во первых дело сек против ripple на мой взгляд не несет никаких столь хоть столь значимых рисков не для ripple не для самого токена xrp но это дело несет довольно серьезные риски для регулятора для сек потому что основными сейчас действиями ripple является попытка вскрыть внутреннюю кухню регулятора и определить включая внутреннюю переписку там какие-то коммуникации документы распоряжение вообще все и определить каким образом все-таки регулятор внутри себя определял жертв кавычках жертв до тех проекта крипто которые они называли ценными бумагами крипто ценными бумагами раньше по крайней мере дальше несмотря на то что дело для ripple xrp особых рисков не несет сам факт того что она еще скорее всего будет долго и долго длится является неким негативом это как груз который вот он хоть и не тяжелый но он еще не сброшен и здесь для ripple это не очень хорошо это будет все равно какая-то некоторая нервозность которую рынке не любят но не буду повторяться согласно первому пункту как я считаю здесь рисков на мой взгляд таких столь столь существенных я не вижу если что-то ты считаешь по-другому напиши в комментариях реально будет интересно почитать и четвертое и это позитивное ripple продолжает развивать запускать новые проекты масштабные не какие-то там просто мелочи ерунду и один из них rl usd стейбл коин который мы с тобой уже увидим в ближайшие ну не буду говорить наверное прям дни но где-то я считаю что наверно уже дни то есть это по крайней мере там вот прям вот единица недель ближайшее время это нереально круто потому что компания идет вперед как я говорил в начале выпуска да я допустил неточность предыдущем дайджесте сказав что эмиссия не ограничена спутал ошибся но знаешь какой кайф здесь я сейчас постепенно постепенно начинаем менять свою точку зрения относительно этого проекта я говорю про xrp потому что вот эта поправка которую сделал мой классный племянник комментариях действительно заставляет меня сейчас посмотреть по-другому на этот проект ограниченность этого токена это огромный и огромный на мой взгляд плюс с этим все идем дальше вторая тема сегодняшнего дайджеста это и тф да и те в те самые те в которые в январе были запущены в виде bitcoin и тф и которые сейчас как по мне хорошо все равно прокачивают рынок по крайней мере последняя опять статистика говорят о том что огромное количество миллиардов притекает прибывает и интерес никуда не делся но не обиткой не речь и не а эфире тф и даже не от других и тф а самой основной сути основная суть такая что постепенно под шумок несмотря на то что у xrp у ripple сейчас это дело еще до конца не закрылась она как и только что сказал является таким небольшим на мой взгляд грузом на который будет еще долго висеть компании подают заявку в нашу с вами самую по крайней мере в мою самую любимую организацию по регулированию крипто сек заявки на spot xrp и тф таких компаний уже две это напомню bitwise и canary capital две компании подали заявки несмотря ни на что и ждут их одобрения и с учетом того что я сказал в первой части нашего выпуска сегодняшнего я даже не могу представить как герри генслер почесывая вот такую же наверно лысую голову как и моя будет такой блин как же их завернуть то надо как-то их отказать им вида они там ценные бумаги но ведь не ценные и судья решил что не ценные мы выпилиться не подали о а давайте скажем опять что эти цены ладно я шучу на самом деле но нет никаких вообще причин сейчас эти заявки отклонять до xrp это хорошая крутная альта как и уже даже говорил сейчас сам постепенно смотрю на нее по-другому последнее время действительно считал что эмиссия не ограничена и забыл сейчас смотрю понимаю что был неправ это меня даже радует подумаешь был неправ зато сейчас прав признаю это здорово так вот по поводу и т.ф. эти заявки и т.ф. говорят сейчас о том что процесс вере даже эффект домино о котором я говорил много-много месяцев назад это где-то наверно там февраль вот прям где-то февраль март когда уже там и т.ф. одобрили когда заговорили про эфир сказали не не полная ерунда были тогда первые упоминания что этот эффект домино все-таки будет потому что если биток запустили почему не запустить там эфир почему не запустить xrp почему не запустить там бин биды все что угодно и что самое главное сейчас события разворачиваются таким образом что похоже никакой разницы в том какие там токены proof of work proof of stake ограниченные миссии неограниченная нету сейчас вот прям вот на столе на на ладонях до которые бы объясняли кто что прошу прощения является ценной бумагой ну или кто какой проект как там чей проект является чей не является ценной бумагой с учетом того что крипто ценная бумага вообще такого понятия нет и тест хова в отношении крипто сейчас как бы уходит реально в сторону вот а по сейчас делаю xrp и xrp тесту вместо ховы теста мы видим что xrp не ценная бумага я не вижу никаких вот реально ограничение того чтобы сейчас этот ворох постепенно заходил и открывал раскрывал свои объятия навстречу традиционным финансам это очень круто это очень здорово более того более того помимо того что canary capital битвайз сделали свои заявки отправили свои заявки а всех есть еще одна заявка на лайткоин и т.ф. вы представляете spot light coin и т.ф. та же самая canary capital сделала заявку вместе с xrp и т.ф. и лайткоин старина лайткоин тот самый который который чуть-чуть младше чем bitcoin да сейчас тоже лежит на столе гарри гаслер который такой думает были что же мне делать вообще как же быть ну посмотрим к чему конечно это приведет но сказать что это нейтральные какие-то новости я не могу для меня это просто абсолютно позитивное это то логичное продолжение развития развития этой ситуации которая была начата в начале этого года сбитка со spot bitcoin и т.ф. и она постепенно реализуется мы видим что этот процесс идет да он прям не мгновенно но прошло то на самом деле мало времени прошло очень мало времени и мы видим что процесс этот идет это что на самом деле вот как бы мы там ожидали обсуждали предсказывали не в плане что вот наверное будет об с точки зрения логики мы сейчас это наблюдаем это очень круто это реально здорово и я думаю что в ближайшие там там недели может быть месяц сюда мы будем видеть все больше и больше заявок на все больше и больше там разных других крипто активов это круто и с этим мы движемся дальше и последняя тема сегодняшнего выпуска но не по важности это германия которая отличилась тем что несколько месяцев назад продала 50 тысяч биткоинов которые до этого были арестованы от различных правонарушителей на сейчас собираются купить 300 тысяч биткоинов и с одной стороны можно сказать они там совсем поехали головой да нет просто хочу объяснить почему так происходит и почему скорее всего они действительно bitcoin будут покупать с большой вероятностью потому что во первых история тех арестованных которые не продали берет свое как бы начало корни произрастают из-за законодательства согласно которому арестованное имущество обязана быть распродано на рынке если вдруг его рыночная цена начинает падать по определенным критериям и вот по определенным критериям она начала падать мы помним тогда что bitcoin реально пошел вниз то есть там все тогда 5 начали предрекать что все все очень плохо и она должна была по закону это продать да просто есть законы и они соблюдают они продали тех тогда обвиняли ну как бы закон есть закон они по нему взяли продали но дело в том что это не меняет взгляда страны на то что сам по себе актив в долгосроке является перспективным и вот когда они заговорили напомню что это там депутат честно помню его имя кто-то там не суть заговорил о том что они намерены и сейчас это обсуждается с большой вероятностью ведь я напомню что германия является членом евросоюза который принял сейчас пионерский первый на самом деле среди большинства стран очень объемный можно нам даже сказать наверно всеобъемлющий документ свод законов регулирующий работу скрипта там много всего то есть там физлица юрлица покупки продажи инвестиции стоит там вообще в это вот прям вообще все вот кстати почему туда не из детей ты не пошел потому что по закону сейчас этому мика по своду законов а не может выступать основной инвестор и сама компания которая не входит в состав евросоюза из какой-то там долей то есть если допустим мы говорим о стебл коине который может быть в евросоюзе то его эмитенты его бейкер поддерживающий там компании активы которых являются залоговым залоговыми активами этого стебл коина должны иметь какую-то определенную минимальную долю в евросоюзе поэтому вот тизер туда не попал но не суть к тому что сейчас если германия становится опять же первой птичкой то чисто потенциально после германии будет еще какая-то страна потом еще и еще и ни один сальвадор у нас как окажется будет покупать криптовалюту и использовать ее в виде резервной системного резервной какой-то валюты своей страны так что это еще одна очень крутая новость на этом у меня все спасибо большое за просмотр если какие то есть вопросы пиши в комментариях я каждый раз читаю смотрю что там спрашиваете пишите и что вас интересует и когда какие-то интересные темы и если они там будут я с удовольствием подниму мы с вами их обсудим и отвечу на ваши вопросы все всем отличной неделе и до встречи в следующем криптографическом дайджесте всем пока